Большой разницы идеологической между программой коммунистов и социалистов нет. Мы все последние годы, последние десятилетия ратовали за одни и те же ценности. Кстати, коммунисты и социалисты в начале независимости нашей страны были вместе. Дадон сообщил, что нынешняя программа блока социалистов и коммунистов базируется на четырех основных столпах. Мы, скорее всего, будем останавливаться на 4-5 основных моментов. Первый – это экономика и социальная справедливость, борьба с бедностью. Второе – это государственность, укрепление, это нейтралитет. Третье – это внешняя политика. И четвертое, конечно, это традиция, наши традиции молдавские, национальные. Это православие, это наши ценности. Затронул лидер социалистов решение президента не промульгировать закон о внутренней торговле. Игорь Дадон подчеркнул, что это решение было принято не лично Майя Санду, а теми, кто её контролирует. Ну, Майя Санду им потребует. И потребует чейкарю контролирует Майя Санду. Не Майя Санду против этого решения. Против выступают те, кто контролирует Майю Санду. Решение не промульгировать этот закон было продиктовано извне. Кто боится изменений, внесенных в закон о внутренней торговле, позволяющих местным производителям продавать свою продукцию у себя дома? Попробуйте наш товар разместить на прилавках Румынии, Германии. Вы столкнетесь с многочисленными препятствиями, и наши производители никогда туда не попадут, так как они хотят с большим объемом поставок даже на нижнюю полку не попадут. А когда мы хотим осуществить то же самое у нас дома, нам запрещают. Нашим производителям запрещают в Молдове продавать собственные товары. И нашелся руководитель страны, который блокирует инициативы парламента. Мы будем настаивать, чтобы эти законы, так ожидаемые населением, были приняты. Напомним, президент Майя Санду отклонило изменения, внесенные парламентом в закон о внутренней торговле, инициативу депутата от платформы до Александра Слусаря. Документ предусматривал ряд улучшений условий для местных производителей при продаже собственной продукции в крупных сетях магазинов. Телеканал Акчин ТВ пытался получить комментарий в пресс-службе президента, но пока на наши звонки никто не ответил.